Доброе утро! В эфире 12-го канала новости. В студии Константин Лондон. Главное к этому часу. Новый индустриальный парк для Омска, где он может появиться и что даст региону. Дом поплыл. Подмоет плиту. Просадка неминуема, потому что дом стоит на намытом грунте. Жильцы пятиэтажки по улице Федора Крылова боятся, что здание рухнет из-за аварии на изношенных сетях. Почему коммунальщики бездействуют? Когда вместо полотна целая стена. Это работа на высоте, 10-метровой высоте, без дополнительной страховки. Омские художники закончили роспись новой школы в Черлаке, что изобразили на картинах. Подарили Борису заочную победу. В третьем туре Кубка Блинова «Ангард» в матче против Бориса выставил вот на этот лед практически основной состав. Что помешало ястребам одолеть Астанинский клуб. В Омской области появится новый индустриальный парк. В его состав войдет не менее пяти резидентов. А специализироваться он будет на пиролизе для обеспечения действующих производственных предприятий группы компаний «Титан». Разместить новое нефтехимическое производство планируется в особой экономической зоне «Авангард» или на территории завода «Омский Каучук». Как отмечают эксперты, индустриальный парк имеет большой потенциал для региона и позволит создать около тысячи рабочих мест. Рейки в доме, фундамент, пятиэтажки по улице Федора Крылова постоянно подмывают. Жильцы обратились в нашу редакцию с просьбой о помощи. Говорят, боятся, что через несколько лет здание может просто рухнуть. Как выяснилась, причина катастрофы в изношенных сетях. Только вот коммунальщики не спешат браться за ремонт. Магистраль им не принадлежит. Кто устранит течь, выяснял Денис Жарков. Рябки намотанные. Вон она, бежит водичка. Сюда, сюда. Вода в подвале 6-го дома по улице Федора Крылова бежит почти три месяца. Коммунальщики устранить течь не могут. Вот это магистраль тепловой компании. Труба очень стара. Ей 57 лет, как и дому. И жильцы всерьез беспокоятся, что здание не доживет до своего 60-летия. Под нашим домом не забито ни одной сваи. Фундамент стоит на плитах. Подмоет плиту. Просадка неминуема. Потому что дом стоит на намытом грунте. Песком намытый. С ртыша. И результат, как на порт съезда. Еще жильцов беспокоит судьба умного теплоцентра стоимостью 3 миллиона рублей, смонтированного по программе капремонта. Люди нарадоваться на него не могли. Температура всегда комфортная, а затраты на отопление снизились почти вдвое. Но вот сейчас есть риск столкнуться с горем от ума. Коммунальщики предупредили жильцов. От сырости сложное оборудование может отказать. Так как в тепловом узле автоматика, он начнет глючить. А не дай бог его затопит. Но вы представляете, автоматику затопит. И самое главное, что у нас зимой подключена не горячая вода, а греется холодная. То есть если сломается узел, у нас не будет отопления, у нас не будет горячей воды. По словам собственников, они обращались и в госжилинспекцию, и в тепловую компанию. Но вода как бежала, так и бежит. Ресурсники пришли, посмотрели, поменяли схему водоснабжения, поэтому сейчас в подвале не так парит. И отчитались о проведенном ремонте. Сообщаю, что 15 августа по указанному адресу проведены ремонтные работы. Утечка теплоносителя устранена. Ну, как это устранено, вы наглядно видите. Мы связались с тепловой компанией. Очевидно, сейчас там лучше владеют ситуацией. Признают, что утечка есть и ремонт необходим. В Киевском подвале существует повреждение на подающем трубопроводе. Сейчас горячее водоснабжение осуществляется по тупиковой схеме. По обратному трубопроводу в ближайшие две недели ремонт подающего трубопровода будет выполнен в рамках подготовки к отопительному сезону. Горячее водоснабжение будет осуществляться в режиме циркуляции. Тем не менее, сегодня жильцы все-таки написали обращение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона, а также в областную прокуратуру. Решили, что так будет надежнее, а то вдруг обещанные две недели выльются в более продолжительный срок. Денис Жарков, Юрий Репин, 12 канал. Вирус не дремлет, а мечей призывают вакцинироваться от гриппа. Рекомендации опубликовал региональный Роспотребнадзор. Специалисты управления рассказали об особенностях грядущего эпиремического сезона. Как и в прошлом, будут одновременно циркулировать вирусы гриппа и COVID-19. Так называемая мистинфекция, то есть смешанная. Америки подчеркивают, самая надежная защита – это вакцинация. В Омскую область уже завезли около 250 тысяч доз препарата. Их распределили по больницам и поликлиникам. Особо важна иммунизация, по словам врачей, для людей старше 60 лет, для тех, кто часто болеет респираторными инфекциями, а также для лиц с хроническими заболеваниями, такими как болезнь сердечно-сосудистой системы, дыхательная, нервная система, сахарный диабет, анемия и иммунодефициты. Во всех этих случаях высок риск осложнений. Для омских сельхозпроизводители откроют дополнительные торговые площадки. Решение приняла городская администрация. Ярмарки начнут работу 1 сентября. Таким образом, уверены специалисты, АМЧС могут получить еще больше качественной фермерской продукции. Ну а продавцы увеличат прибыль. Осенний период выбран не случайно. Наступает время сбора урожая. Торговля будет идти по пятницам и субботам с 9 до 15 часов. Ярмарки откроются в разных округах города. Полный список с адресами представлен сейчас на ваших экранах. Площадки будут открываться по мере поступления заявок от местных сельхозпроизводителей и ремесленников. Кстати, предоставляют торговые места на безвозмездной основе. Для того, чтобы получить их, нужно обратиться в репортамент экономической политики по телефону 78 78 30. Пока сроки проведения ярмарок обозначены по 28 октября, далее по мере необходимости период работы будет продряться. Чтобы дети ходили в школу с улыбкой, стены нового образовательного учреждения в Черлаке украсили рисунками. О работе над муралами 12 канал уже рассказывал. Яркие картины создавали омский художник Эдвин Франк и его супруга Юлия. Творческие процессы заняли чуть больше недели. И вот теперь все фрески готовы. На одной из них изображен защитник Отечества, современный герой нашего времени. На второй – дети, познающие окружающий мир, а третья посвящена спортивным победам и достижениям. Рисунки расположены у витражных окон, поэтому так или иначе большую часть времени они освещены солнцем. Но выгорание, уверяют авторы, не грозит. В работе использовали специальные краски. Их производители гарантируют, что в течение 10 лет свет практически не потеряется. Работа над картинами получилась для художников по-настоящему экстремальной. Трудность, конечно, с которой мы столкнулись, это работа на высоте, в 10-метровой высоте, без дополнительной страховки. Здесь, хоть и надежно все было сделано, но хождение ходуном, скажем так, туры, на которой мы работали, все равно отвлекало. Мы не могли на 110% сосредоточиться на работе. И каждый шаг был осознанным, потому что ты ни на секунду не забывал тот момент, что в полушаге от тебя находится большая пропасть с очень твердым полом. Напомню, новая школа в Черлаке готова на 100%. Сейчас подрядчик завершает работы по озеленению прилегающей территории, а уже 1 сентября за парты сядут 250 детей. Вышитую карту Омской области представили на фестивале в Чебоксарах. Об этом изделии 12 канал уже рассказывал. Наши журналисты стали свидетелями одного из этапов создания необычного полотна. Трудились над ним 47 мастеров. Работу они выполняли 4,5 месяца. На конву очертания территории перенесли все 32 района. Чтобы подчеркнуть уникальность родного края, каждый участок украсили уникальным орнаментом. Калачинцы, например, остановились на узоре, который в начале 20 века был на местных рушниках. Таким образом, решили еще и подчеркнуть преемственность традиций. Сейчас вышитая карта находится в Чувашском художественном музее. Она будет там до 15 сентября. Затем экспонат выставят в Сибирском культурном центре в Омске. Турнир еще не закончен, но обладатель золота уже известен. Астанинский бары стал досрочным победителем Кубка Блинова. Команда из Казахстана обыграла авангард со счетом 3-4. Это при том, что омский тренер бросил в бой лучшие силы, что помешало ястребам одолеть соперника. С подробностями Андрея Блохин. Ну, наконец-то это свершилось. В третьем туре Кубка Блинова авангард в матче против Бориса выставил вот на этот лед практически основной состав. Три ведущих центра в строю. Спунер, Пьянов, Николишин. Правда, все трое будут играть с листа. И это большой риск. И предматчевые опасения оказались не напрасно. Физиологию не обманешь. Если Спунер и Николишин прилетели в Омск за этого дня до матча, то они не вполне готовы играть. Если Пьянов только победил ангину, то он играет с трудом. Куража и сверости тому же звену Спунеру хватило на голевую атаку в начале первого периода. Но уже до его конца эта тройка пропустила дважды. И мы летим 1-2. Потенциал у звена Ткачев-Спунер-Бушев сумасшедший. Но надо время, чтобы его реализовать. Пожалуй, это лучшие партнеры по звену, с которыми мне доводилось играть в КХЛ. Моя задача сейчас это влиться, понять, как ребята любят действовать, чтобы комплементарно действовать тоже в их компании. Обычно на это требуется месяц, ну хотя бы две недели, чтобы нащупать ту самую химию. Понятно? В лучшем случае полмесяца уйдет на то, чтобы сыграться. То же самое касается еще одного новичка, попавшего с корабля на бал. Иван Николичин очень устал, но, превозмогая себя, сумел добавить в концовки игры и забить гол, который чуть было не спас «Авангард». Счет стал 3-4. И на то, чтобы сравнять цифры на табло, просто не хватило времени. Поначалу, конечно, тяжело было. Немножко ритм игры не мог поймать. То переиграю смену, то, наоборот, слишком коротко. А насчет гола, но там Володя Ткачев отдал такую передачу, что там тяжелее было не забить. Проиграв Борису «Авангард», короновал команду из основных казахстанцев, выиграли турнир. А нам остается матч престижа. Его надо постараться выиграть сегодня у Салавата. Постараться для зрителей, которых меньше 7 тысяч, все эти дни на матчи «Авангарда» не приходило. Арена – сумасшедшая поддержка, трибун вроде прецезонные турниры, а почти полные трибуны гонят вперед. И даже когда сегодня проиграли, они стояли, аплодировали и говорили спасибо за игру. Поэтому, я думаю, это дорогого стоит. И зрителей за поддержку нужно отблагодарить. Сегодня в полвосьмого вечера самое время показать болельщикам красивую игру. Андрей Плохин, Сергей Ильин Вебер, 12 канал. Еще немного о хоккее в Омске. Завтра стартует турнир памяти Евгения Хацея. Известный хоккеист, чемпион страны, директор Академии «Авангард» скончался в мае на 47-м году жизни. В память о талантливом спортсмене в Академии будут ежегодно проводить детско-юношеский турнир. Матчи пройдут с 25 по 29 августа. В них примут участие 6 команд, состав которых представлен игроками 2008 года рождения. Это «Авангард» 2008, «Красноярский сокол», «Новосибирская Сибирь», «Нижнекамский нефтехимик», «Борыс» и «Адмирал». Турнир пройдет по круговой системе. Вход на все матчи бесплатно. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. РАДИО МОНТЕ КАРЛО МУЗЫКА МИРОВОГО КЛАССА 106,2 ФМ в Омске Заслуженный коллектив народного творчества России Омский государственный детский ансамбль объявляет конкурсный набор детей в возрасте от 5 лет. Все для школы в континенте. Одежда, обувь, мебель, электроника, товары для творчества. А с 25 по 27 августа разыгрываем парту. Майкмолу исполняется 10 лет. Желаю устойчивости в виражах, скоростного развития и чтобы дальше продолжал захватывать дух. Майкмол с днем рождения. Если радио, то максимум. 105 ФМ в Омске. И о погоде. Сегодня 24 августа в Омске переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла. В районах также осадки. Дневная температура до 16 градусов. Выше нуля ветер. Северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите программу «Машина мечты». До встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова